Ну как он обижал, и обзывал меня, и биться кидался. Потом как-то отойдет, нормальный. Потом опять вот такой, особенно как запьет уже. Он бывает выпьет, так еще нормально, но как запьет, то уже покоя нет. История Галины Петровны, к сожалению, типично. Пьющий сын, уходя в запой, в общении с матерью не ограничивался бранным словом. Бывало, вспоминает женщина и руку поднимал. Как правило, история жертв домашнего насилия имеет похожий сценарий. Главное здесь не теряться и обращаться за помощью. В этом Галина Петровна убедилась. Особенно сейчас, вот в последнее время, то, наверное, точно наш новый участковый подействовал на него. Выходные дни, он дома, в магазин не сходит, и в аптеку, и принесет все. И это самое сейчас ничего не могу сказать. Это больше всего, это, наверное, органы помогли. Он их побоялся. Ну я все время говорила, ну что бы, хочется, чтобы как у людей было все. К сожалению, таких историй в Ленинском районе, как и в целом в регионе, немало. В первом квартале 2018 года в органы внутренних дел поступило более 2,5 тысяч сообщений о фактах домашнего насилия в семье. По фактам проверки более 1400 граждан привлечено к ответственности за данное правонарушение по различным статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь. Если говорить о социальном портрете агрессора семейного, то чаще всего это мужчина в возрасте от 31 года до 49 лет, не имеющего постоянной работы, либо учебы и находящийся, к сожалению, в состоянии алкогольного опьянения. Цель республиканской акции «Дом без насилия» предупредить беду в семьях, где живут злоупотребляющие алкогольными напитками, а также временно нетрудоустроенные граждане. Работу в каждой отдельной ситуации ведут участковые на местах. Мы проводим профилактические беседы и, как вы сами видели, приглашаем на мероприятие, которое проводит ОВД, на данный момент будет 25 апреля. Жены, матери, чтобы не испортить репутацию своим близким, скажем так, в милицию не заявляют. И уже когда нет сил терпеть, тогда только начинают обращаться в милицию. Вот такие, к сожалению, у нас семьи тоже есть. Правоохранитель напоминает, в случае, если вы или ваши близкие стали жертвами домашнего насилия, сообщить об этом факте можно на Общереспубликанскую горячую линию, либо по номеру 102.